Добрый день, дорогие друзья! Мы вас всех приветствуем на нашем конкурсе Lime Voice. Вот мои друзья, мы вас всех очень любим и ждем от вас классных выступлений. Грандиозный, яркий, изысканный и романтичный фестиваль Lime-рандеву Юрмала, созданный Lime-Вайкула, уже не один год собирает на юрмальской сцене самых ярких звезд эстрады, а также легендарных мировых музыкантов. В потрясающей атмосфере фестиваля создаются неожиданные дуэты и происходит настоящее музыкальное рандеву. Каждый год фестиваль в прямом эфире смотрит миллионы зрителей по всему миру. А в апреле прошлого года Lime решила дать шанс молодым вокалистам. И в рамках фестиваля родился великолепный вокальный конкурс Lime Voice, главным призом которого является возможность выступить на красивейшей сцене-рандеву. Музыка объединила всех, несмотря на пандемию и закрытые границы. На почту и под хэштег Lime Voice в Инстаграм приходили тысячи заявок из разных стран, и мы были рады убедиться в том, что в мире так много невероятных вокалистов. Из нескольких тысяч заявок мы приняли 130, и первый тур показал, что все участники Lime Voice очень достойные, при этом такие разные, яркие, каждый со своей изюминкой. Страсти накалялись, соревнования становились жестче, а отбор более строгим. К аппетитному жюри было все сложнее выбрать, кто же отправится в следующий тур. И дети, и взрослые работали на полную катушку, выступая в разных стилях, показывая себя с самых неожиданных сторон. Мы увидели каждого из них, и точно можем сказать, что их ждет невероятный творческий путь. В итоге, после трех туров проекта в финал вошло 12 номеров, и трое из них – дети. Взрослых финалистов мы услышим сегодня чуть позже, а дети на этом этапе заканчивают свою музыкальную борьбу. И прямо сейчас мы узнаем, кто из этой великолепной тройки становится победителем. Привет всем, дети! Я надеюсь, что мы с вами увидимся на фестивале. Вы просто прекрасны. Я уже вижу кое-кого, как сделать, смонтировать дуэт. Больше того, я даже надеюсь, что вы споете. Мы это сделаем. Поздравляю! Первое место – Анастасия, а второе место – Даниэль и Арье. Вы разделили второе место. Спасибо, спасибо, спасибо! Я очень счастлива! Спасибо огромнейшим тем, людям, которые меня поддерживали. Людям, которые создали этот величайший проект. И отдельное спасибо Лэйму Байкуле за то, что она так высоко меня оценила и помогла мне достичь своей мечты. Спасибо всем, кто уложил частичку души в этот прекраснейший проект. Поздравляю Настю с достойнейшей победой. И мое второе место – это просто нереально большой шаг в моей творческой жизни. До встречи на рандеву! Ура! Спасибо огромное! У меня просто зашкаливают эмоции. До встречи на рандеву! Официальные награждения, конечно же, нас ждут на фестивале «Летом Лайма рандеву Юрмала». Но сейчас я хотела бы вам показать, что наши партнеры – косметика «Грин Косметик» подготовила для вас эти великолепные призы. И сразу же после нашего прямого эфира эти великолепные, нарядные, праздничные байки отправляются к вам. После эмоционального награждения наших детей мы переходим ко взрослым финалистам, которых осталось всего 9. Сегодня мы их услышим и решим, кто из них победит и кто достоин выступить на сцене фестиваля «Рандеву». Но для начала давайте представим наших членов жюри, которые приехали в гости к Лайме Вайкула в Юрмала, чтобы помочь ей определить победителей проекта «Лайма Войс». И это Гин Станкевич, аранжировщик и музыкальный продюсер, работает как с латвийскими исполнителями, так и с российскими, такими как Дима Билан, Валерия Меладзе. Он является автором музыки и многочисленным латвийским сериалом на телевидении. И все композиции «Лаймы» реализуются именно под его чутким руководством. Элита Милгрова, автор и генеральный продюсер фестиваля «Лайма Рандеву Юрмала». Яна Стибл из латвийский певец, композитор и продюсер. И я, Ольга Соловьева, продюсер проекта «Лайма Войс». И мы готовы представить вам нашего первого финалиста и его выступления в предыдущем туре. Я рада представить вам нашего первого участника. Это Сергей Ильинский, Москва. Он стал настоящим открытием нашего конкурса, так как изначально Сергей актер и он отправил в вокальный конкурс видео без всяких ожиданий. Но тем не менее, прямо сегодня он у нас в финале. И, пожалуйста, давайте мы увидим, что он пел у нас в первом, втором и третьем туре. На фестиваль там приглашают тот, что «Лайма Войс». А я ведь просто по приколу загрузил видос. Ну чё, Москва, адьёс, паровой аэропорт. Нету времени на сборы, меня там «Лайма» ждёт. И что там ждёт нас впереди, нам не расскажут звёзды. Но на руках готов нести тебя сквозь бури и грозы. Ты самый сладкий плен, я в твоём заключении. Крепче держи меня, останови мгновение. Я в отражении твоих глаз себя опять теряю. Ты словно ангел по плоти, королева рая. Мы растворимся с тобой вновь в дыму хальяна. Когда над городом кружились не все жёлтые, Я повстречал на вернисаже, что всех милей. И, парень, будь смелее, сказал я вдруг себе. И закружились, чтобы в танце встретить голубей. На Пикадиллина бросил ей на плечи шаль. Когда её хотела украсть у меня февраль, мне ничего не жаль. Это был Сергей Ильинский, он нас покорил из своей харизмы. Он артист, рэпер. Мы с ним запоём. Серёжа, на фестивале надеюсь, что мы с тобой сделаем дуэт. Я уже думал, что всё, но нас не сломить. Идём до конца. Ну а как же, Серёжа. Вы прекрасно выглядите. Спасибо, вы тоже. Серёга, я надеюсь, что мы с тобой что-нибудь сделаем на фестивале. Может, ты запоёшь даже, а то тебе это не поёшь, не поёшь. Все им говорят, ты супер рэп читаешь, а самое главное, у тебя голова работает. Хорошие тексты, молодец, мне нравится. Твоя нежность осая, и лёд тихо тает. Кружит мятный танец, перенеси меня в май. Или придумай имя, ты меня выдумай. Минуту не влюблена. От имени сикмы уснула или умерла. В твоих красных глазах я искал солнце. Пятое, а время капало-капало. Что мне нравится особенно в Серёже, может быть, это то, что осмысленный текст, он не просто какая-то глупость, а осмысленный. И шафл чувствует, и делает эти триоли, которые абсолютно всё в кассу, всё в ритме идёт. Очень хорошее чувство ритма вообще. Да, но мы говорили о том, что с Гинтом, что ещё не готов всё равно для представления. Чтобы выступать, например, на сцене, надо это всё развивать. Ну, как номер. Как номер, да, делать. Где-то какие-то части поменяются, что-то может дать новое, не только подавать текст, а вдруг там кто-то поёт, или он сам, или какие-то более интересные части. Да, иначе просто расскажут. Да. Нет, плюс чувствуется, что это ему болит, он говорит это искренне, но в какой-то момент слушателю трудно держать, внимание будет. Да. Так что, в общем, всё равно надо создавать твоё выступление, Серёжа. Подумаем об этом. Ну, а следующие наши участницы группа Марфа – это Юлия Васюткина и Татьяна Инюшина из Санкт-Петербурга. И они исполняют традиционную русскую народную музыку, дополняя её элементами современных мотивов и нотками своего позитива и драйва. ПЕСНЯ Мы сейчас пока сидели, Янчик говорит «Супер!» Серёжу, он читает рэп, а они «Дарам-дарам-дарам-дарам». Да, был бы совместный такой проект, прикольный. Привет! Мы уже постарели на два года, поэтому вы можете нас не узнать. А нам каково? Девочка, вы что-нибудь готовили сегодня нам? Да, мы готовы. Очень хорошо. Девочка, вы что-нибудь готовили? Ой-ли-лёй, ой-ли-лёй, ой-ля-ли-ля-лёй-лёй. Девочка, вы что-нибудь selection. spelled хорошо, янче Vogeluseмой, ну-ля-ли, ой-ля-ли-лёй. Угу! Девочка, вы что-нибудь готовились? Угу! Девочка, вы что-нибудь «Девочка, выCap 3» не забыли. А уч И чемences этой рэп, россиян, ну-ля-ли-лёй. Юля, Нюша, то, что упало, тоже прикольно, потому что сразу встала и дальше, знаешь, на больших концертах даже это бывает. Мы как-то были на одном большом концерте, по-моему, в Киеве, и Янчик думал, что он так завелся, так пел, так пел, что он не посмотрел, где закончилась сцена, вступил и прямо шпагатом, можно сказать, вошел в зал. И дальше пел, и все прекрасно. У меня тоже были такие случаи не раз, поэтому падение, это все ерунда. Вы просто классные. Я так надеюсь, что мы с вами встретимся и что-нибудь сварганим вместе. Вот скажи, Янчик, как тебе? Янчик, как тебе? Чисто по энергетике, оттуда. Посыл, супер. Да, у вас такой позитивный посыл, абсолютно. Огонек. Огонек, да. Да, да, и видно, что я помню уже на предыдущих турах этот огонек был, что они, девчонки, не так, что они не боятся, идут в бой. Они работают, они получают удовольствие. И мы тоже от вас, девчонки. Да, мы получили очень большое удовольствие, и даже как оделись, очень интересный платье. Очень красиво, да. Модненько, настоящая невеста, правда. Наш следующий участник – это Таня Голда-Амирова. По-настоящему разносторонняя личность. Певица, поэт, пианистка, создатель мюзикла и даже собственной линии одежды. Таня стала финалисткой шестого сезона шоу «Голос Украины», а сейчас работает над сольным проектом «Голда» и пишет альбом. «Я тут! Сколько, что я сейчас говорю тебе! Я тут! Я тут перед тобой стою! Я тут! Не дивись ни на кого, просто відчувай! Я тут!» Татьяна Голда – яркая девчонка, которая готова выстроить целые грандиозные студии для того, чтобы выступить перед нами в прямом эфире. И самая большая ее мечта с детства – это выступить на сцене рандеву в концертном зале «Дзинтере». «Голос Украины» Вот, Таня, мы сейчас посмотрели твое выступление, что там все у тебя есть. Правильно? Да, даже слишком много. Да, много всего разных стилев. Понятно, что опять еще раз ты подтверждаешь, что ты правда прямо нацелена на какие-то мюзиклы. Вот, может быть, тебе есть смысл попробовать раз ты один стиль – поп какой-то, да? Да, да. Популярная какая-то мюзон, какая-то песня. Там современная что-то. Я не знаю, но… Популярная, да. Вот, во-первых, очень проявляется, по-моему, и артистизм. Он как… Это плюс. Это огромный плюс. И поэтому ты можешь в любом направлении идти, но сердечко пускай подсказывает, куда идти. Потому что… Потому что если сделаешь… Если мы сделаем с Лаймой один дуэт, где у нас будет рэп, потом у нас будет фольклор, потом вдруг классика в одной песне, поп еще будет, и в конце мы рок еще там… Я боюсь, что нас не поймут, поэтому, Таня, осторожно. Прочитаю хип-хоп еще. Потому что мы знаем, что ты сочиняешь сама, значит, ты можешь себя как-то зажимать, дать себе какое-то одно направление и попробовать себя так или как-то иначе. Вот сейчас, когда я смотрел, я просто представил, если бы ты была бы не такая нарядная, а, например, какой-то в восточной одежде, вот сделал бы какой-то такой, как бы, музыку. Вот мне просто представила, я тебя представила в восточном одеянии, в таком, если петь какой-то такой музон, может быть, со вставками восточными, было бы как-то моднее, что ли. Ты можешь сделать такую модную какую-то песню просто, песню, забудь на какое-то время о мюзикле просто, потому что у тебя все есть, все нормально. Ну попробуй вот эти отдельные жанры, разделить их. Я тоже услышал там такую немножко восточную интонацию, да. Да, и хотелось, мне прямо хотелось тебя увидеть в этом, в какой-то пустыне, с какой-то красным шарфом, таком, знаешь, завязанным, восточным. Здорово, да. Вот так, понимаешь, не наряжайся, потому что, когда ты просто наряжаешься, сразу становишься старше, выглядишь, невыгодно нам, девочкам. Попробуй как-то, что-то, какую-то альтернативу, я не знаю. Настя Кола со сцены знакома с детства и много где успела поучаствовать. В национальном отборе на Евровидение в программе «Танцы со звездами» запустила сольный проект Кола, а в шоу «Голос Украины» дошла до финала в команде Дима Монатика. Сейчас певица пишет новые песни и уже осенью хочет выпустить сольный альбом. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Монатика Субтитры делал DimaTorzok Да, Анастасия молодец. Я думаю, что даже вообще нет вопросов. Готовая певица. Чувственность есть. Супер подача звука, супер голос, интересный звук. Я не знаю, сама стильная очень. Я не знаю, для меня, я считаю, Анастасия, ты просто готова выходить на нас. Ну, просто ты уже певица для большой аудитории. Все, 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 отлично. Такие артисты. Нам нужны такие. Ждем гостя. Так что, Анастасия, до встречи на рандеву. Следующая наша участница – это Женя Пант. Она за свою жизнь много раз становилась обладательницей гран-при различных вокальных конкурсов. А в ТВ-шоу «Ну-ка, все вместе» она получила аж 97 баллов. Женя – профессиональная певица, безупречно исполняющая композиции в стиле R&B и soul. Пишет песни для себя и звезд эстрады и каждый день совершенствуется в своем творчестве. Здравствуйте, я вас вижу. Ура! Я так переживала, что мы не увидимся. Евгения, раз ты в нас в прямом эфире, это Евгения Па, наша следующая участница. Может, ты сразу что-нибудь нам исполнишь, пока прямой эфир есть? Женя, нам немножко понятно, что это мировой хит. Мы вообще все время уговаривали вас не делать этого. Потому что вы не будете лучше, чем оригинал, красивая девчонка. Но надо что-то такое оригинальное свое делать. Перепевать – тогда это кабак, это другое. Да, индивидуальность. В полуфиналах многие об этом говорили, как Лаймин говорил, мы воспризывали, что более объективная картина, когда мы видели бы какое-то оригинальное произведение. И вообще это для вас выгоднее, потому что всегда вы будете второй. Именно, да. Вольно-невольно ты сравниваешь с оригиналом, и, ну, как закон, ты всегда проиграешь. Или тогда вообще бери эту песню и делай ее заново. Да. В каком-то другом стиле, без оригинальной фонограммы, по-своему. Тогда, да, тогда это тоже класс. Илза Ринеце, Латвия. Вокальный педагог, аранжировщик и композитор. Обладательница уникального стиля. Она в своих работах объединила латышский фолк и современную музыку. Илза победила в конкурсе «Супер микрофон», написала и исполнила три музыкальные танцевальные постановки, а также была участницей латвийского проекта «Биг Бан Латвия Сперла». «Биг Бан Латвия Сперла» Ну, я вообще-то знаком с Илза, с творчеством чуть больше. И я знаю и слышал, у нее есть очень интересные песни, где она интерпретирует латышский фольклор. И она там делает это настолько интересно, что даже это было, мне кажется, интересно слушателю, который не знаком с латышским фольклором, русскоязычному. Это было бы здорово. Тот там был более ярко. Здесь, мне кажется, чуть-чуть подвел выбор песни. Она действительно такая сложноватая, и как для баллады Илза. Мне кажется, там ей много что нечего сказать. Но вот интерпретация фольклора мне очень нравилась, как она это делает. Ну вот, к сожалению, здесь мы это не слышим. Подсказка, подсказка. Наш следующий финалист – это латвийская певица Диана Пашко. Она пишет авторские песни с 11 лет и популярность обрела благодаря своему необычному вокалу. Диана успешно участвовала в «Экс-факторе Украины», является обладательницей второго места шоу «Экс-фактор Латвия», а также представляла Латвию на международном конкурсе «Славянский базар» в прошлом году. Сейчас Диана участвует в кавер-бенде, развивает сольный проект и мечтает выступить со своей песней на сцене «Дзиндери». Субтитры создавал DimaTorzok Пашко всегда нас привлекало вот своим этим звуком. Да. Вот у Дианы он есть, теперь самое главное – репертуар. Потому что мы как раз когда слушали, думали, может ли надоесть, когда все время вот этот звук, может ли надоесть. Он не может надоесть, если будет правильный репертуар. Да, у него специфичный тембр, но он его всегда заметит. Даже если не вспомнит имя, скажет, а, это та девушка с этим интересным тембром. Да. Это плюс, потому что он может нравиться, может не нравиться, но она придает яркость. Но он запомнит. Так как дважды вошла в финал проекта «Лайма Войс» и выступает как сольно, так и в составе группы «Хэндзап». Ксения участвовала в нескольких сезонах шоу «Песня на ТНТ», а также является лауреатом многих всероссийских и международных конкурсов. Играешь роль, но лишь со мной и мной, забыв покой, играешь роль. Диктофоны и записи, членовики, разноцветные мысли. И внутри все меняется, посмотри, пожелтели селись, но ты мучишь о любви. Давай, раздражай свет в твое, давай, снова без любого. Ксения, мы вас так полюбили еще раньше. Но вот когда вы были в группе, был какой-то такой общий такой кайф. Мне очень нравилось. Мне кажется, не ругайтесь с ребятами из группы, будьте с ними. Больше энергии, больше, ну, конечно, понятно, больше людей, больше посылов, больше чувств. Веселей компания. Да, можно и так сказать. Это после концерта веселей. Ну, одним словом, вот в варианте группы мне вы нравитесь больше. Группа «Хэндсап» на сцене более 10 лет. За плечами ее участников более тысячи концертов по России и за рубежом. Эта группа прекрасный пример того, как музыка объединила вокруг себя настоящих энтузиастов. Каждый участник проекта занимается помимо музыки и другой профессиональной деятельностью, но при этом не оставляя любимое дело. Наступает группа на всевозможных сценах от камерных мероприятий до больших городских площадок. Группе Ксения интереснее намного для меня. Как, вот что вы скажете? В принципе, эта песня, по-моему, идет вам и вот этот стиль общий. Ну, в то же самое время, как мы говорили, когда Ксения одна была, мы говорили, что немного скучновато. А здесь как раз видно, что группа ее дополняет. Она, мне кажется, сама более комфортно чувствует. Да, так что нужна группа тебе Ксения. Ну, можно подыгрывать еще больше. Это, я думаю, не мешало бы ребятам особенно, там, покайфовать от музыки, что ли. Дорогие друзья, мы послушали всех вас. Ваше выступление великолепно. И теперь слово Лайме Вайкова. Ну, дорогие друзья, наши коллеги, мы вас поздравляем, что вы выдержали нас. А вас поздравляю, что вы выдержали ребят. Наша фаворитка Анастасия. И я думаю, что у нас есть такое домашнее задание. Мы все время вам давали задания разные. А теперь наше задание подумать, как мы можем вас использовать, всех вас использовать в фестивале рандеву. К Анастасии это обязательное выступление. Остальных мы будем думать, как вас представить на нашем фестивале на следующем году. Так что у нас целый год есть возможность с вами и как-то коммуницировать. И мы придумаем, как это сделать. И идеи ваши, наши. Я думаю, что мы с вами встретимся в следующем летом на фестивале рандеву. Поздравляем вас и нас с знакомством. Анастасия, ты нас слышишь? Да. Привет. Мы в тебя влюбились. Ты супер. Молодец. Молодец. Спасибо вам большое. Давайте я объеду. Вот так держать-то. Ничего даже не надо менять. Все у тебя есть. От начала какая ты красивая, заканчивая как ты стоишь, как ты поешь, какой у тебя звук. Звук извлечения. Все классно. Мы от тебя в восторге. Вы мне очень нравитесь тоже. И моя мама ваш фанат. И ты давай привет бабушке. Открыть это для нас. Открыть для себя уже готового артиста, который, я думаю, только украсит сцену фестиваля Лайма. Рандеву. Генни, скажи ты слова про шлопки. Поздравляю Анастасию. А я что, прошла? Ты не прошла. Ты победила. Ты победила. Ты победила. Мы тебя ждем на рандеву в следующем году обязательно. Готовь песню, пиши песню, будешь выступать. Я уверена, что ты покоришь нашу публику. Элита, скажи пару слов. Да. Мне очень нравится, что есть такая возможность увидеть новых артистов на нашей сцене. И в лице тебя, Анастасия. Убедиться, что молодые, круче. Все круче и круче становится. Да, и спасибо, что выдержал. Целый год у нас конкурс проходил. Это такое терпение. Терпение, выдержка должна была быть. И у тебя это было. И ты выдержал до конца. И победила. Знаешь, что сейчас Анастасия самое главное. Вот я много слышала и сама говорила разных пожеланий исполнителям. Но Михаил Итаневич был такой человек, который писал слова, песни, стихи. В общем, очень мудрый человек. Он как-то говорил, Лайма, самое главное, это у исполнителя, у кого есть голос, талант, успех, везение. Это голова на плечах. Вот ты, я тебя не знаю. Я знаю только, как ты выступаешь. У тебя это все есть. Теперь я тебе желаю, чтобы ты не прокололась никогда. Ура. Спасибо, Лайма. Ура. Вот он наш победитель. Победитель проекта Лайма Бойс. Ура. Супер. До встречи. Спасибо. Спасибо большое. Видите, как у нас сейчас красивенько все выглядит. Все эти подарки будут для вас, дорогие друзья. И прямо вот сегодня будем вам отправлять. Всем участникам. Мы вас любим. И до встречи на... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова